В одном из прошлых уроков мы говорили об ошибках и как с ними справляться. Есть несколько видов ошибок, и я хочу напомнить об одном конкретном виде. Вот небольшой фрагмент того урока. Взгляните на этот код. Сначала мы создали константу. Помните, это как давать чему-то название. В нашем случае числу 12 дается название length. В следующей строке мы вызываем функцию length и передаем ей аргумент, число 54. Но подождите, length — это не функция, это всего лишь число. Но числа — это не функции, не ящики, которые производят какие-то действия. И JavaScript пожалуется именно на это. Это ошибка типизации. Тип объекта, который вы использовали, неверный. Интерпретатор JavaScript не скажет, чем что-то является, но точно скажет, чем оно не является. Length — это не функция. Ошибка типизации — это как просить кошку постирать белье. Возможно, вы хотели попросить об этом вашего друга. В программировании типизация — это классификация информации. Это общий термин, и разные языки программирования справляются с типизацией по-разному. Как вы уже знаете, JavaScript умеет отличать типы. Функция — это один тип, число — это другой тип, и вы не можете просто использовать число как функцию. Type of — это специальный оператор, который возвращает строку, в которой написан тип. 42 и 3.14 — очевидно числа. Несколько комбинаций букв в кавычках — это строка, а true и false — это boolean. И все это — типы. Типы в JavaScript. Число, строка и boolean. None означает «не число», но тип none — это число. Да, я знаю, это еще одна странность JavaScript. Такие уж правила в этом языке. Типизация полезна. Когда мы попытаемся запустить число, как будто это функция, JavaScript начнет жаловаться, и мы увидим ошибку и починим ее. Если бы никакого обозначения типа в JavaScript не было, мы бы сталкивались либо с каким-нибудь аномальным поведением, либо с какой-нибудь мистической ошибкой. И вместо четкого «length — это не функция», мы бы видели что-то вроде «I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that». А что если создать переменную, но не задать ей никакого значения? Какой в этом случае будет тип? Это не число, не строка, это ничто. Потому что нет значения, правильно? JavaScript в этом случае делает кое-что втайне от вас. Переменная без значения на самом деле имеет специальное значение — undefined. И тип такой переменной называется undefined. Например, тип number имеет множество потенциальных значений — 1, 2, минус 10, 69 тысяч и другие числа. А тип undefined имеет только одно потенциальное значение — undefined. Когда дело касается типизации в программировании, важно различать две концепции. Динамическая против статической и слабая против сильной. Чтобы понимать разницу между динамической и статической типизацией, нам сначала нужно посмотреть, как написанные программы становятся запущенными программами. Код, который вы пишете, обычно конвертируется в понятную для запуска компьютером форму. Этот процесс называется компиляцией, а промежуток времени, за который это происходит — стадии компиляции или compile time. После того, как компиляция закончена и программа запущена, начинается отсчет времени, который называется стадии исполнения или runtime. Некоторые языки проверяют типы и ищут ошибки типизации на стадии компиляции. У них статическая типизация. Другие языки проверяют типы и ищут ошибки типизации на стадии исполнения. Такая типизация — динамическая. Иными словами, статическая типизация означает проверку типов перед запуском программы, а динамическая — проверку типов, когда программа уже запущена. C++, C Sharp, Java и Go — статически типизированные языки. Если в одном из этих языков вы создадите число и попытаетесь проводить с ним операции как с функцией, вы получите ошибку во время компиляции, а программа не станет запускаться. Она даже не дойдет до этой стадии, потому что ошибка типизации будет обнаружена перед исполнением, в период компиляции. JavaScript, Ruby, PHP — динамически типизированные языки. Как вы видели раньше, если использовать неверную типизацию, ваша программа запустится, а ошибка обнаружится только когда будет исполняться конкретная строчка кода. Здесь типы проверяются в период исполнения. Вообще-то в JavaScript обычно нет никакой компиляции, но это в целом тема совсем другого урока. Динамическая типизация не хуже и не лучше статической. Оба способа имеют свои преимущества и недостатки. Динамически типизированные языки обычно проще изучать и писать на них программы, но, как вы можете представить, это потенциально увеличивает ошибки и баги. Теперь давайте поговорим о слабой и сильной типизации. Посмотрите на этот JavaScript код. Ммм, да, окей. Что тут происходит? Сложение числа 4 со строкой 7 дает нам строку 47. JavaScript конвертирует число 4 в строку 4 и конконтирует две строки, склеивает их друг с другом. JavaScript просто берет на себя ответственность предположить, что это то, что мы хотели. И глупо обвинять его, чего мы действительно хотели. Складывать число со строкой не имеет никакого смысла. Какой-нибудь другой язык вроде Ruby или Python просто бы пожаловался и ничего не сделал. Произведение числа 4 со строкой 7 – это, как видите, 28, по мнению JavaScript. В этом случае он сконвертировал строку 7 в число 7 и произвел обычное умножение чисел. JavaScript постоянно так делает. Он знает о типах разных значений, но когда типы не соответствуют, он пытается предположить и сконвертировать один тип в другой, не предупреждая вас. Иногда это полезно, а иногда мозгодробяще. Такое происходит, потому что JavaScript – язык со слабой типизацией. У него есть представление о типах, но он такой У этой концепции нет ничего общего с динамической и статической типизацией, смысл которых – это когда проверять типы. Сильное против слабое – это насколько серьезно проверять типы. Вы можете считать, что слабое – это не строгая типизация, а сильное – это очень требовательная типизация. В отличие от динамичности и статичности, сила типизации – это спектр. У PHP, например, типизация немного сильнее, чем у JavaScript. У языка Python – еще сильнее. И все три этих языка – динамически типизированные языки. JavaScript делает множество неявных конверсий, но он также дает нам инструменты, чтобы мы могли делать явные конверсии сами. Мы можем сконвертировать строки в числа, числа в строки, булевы в строки и так далее. И можно предположить, что неявная конверсия из типа в тип – это не самая лучшая идея. Неявный – значит скрытый, а скрытый – значит труднопонимаемый и предрасположенный к ошибкам. Поведение программы становится менее очевидным. Вы пишете меньше кода, да, но этот код более хрупкий и менее понятный. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!